С помощью подсвеченной поверхности и специального песка умелые пальцы прорисовывают разные детали картины. В качестве приспособлений могут использоваться кисточки, но большинство действий все же выполняют руками. Мне очень нравится, пальцы расслабляются и ты получаешь удовольствие от того, что рисуешь. Мне интересно, что ты расслабляешь руки и тренируешь кончики пальцев. Можно менять цвета и рисовать всякие разные вещи. В Приморье людей, которые делают песочное шоу, много, а вот научиться этому искусству было негде. Поэтому психолог Анна Мамаева и культуролог Евгения Рябиченко открыли студию песочной анимации. Взяли субсидию для поддержки малого бизнеса, разработали бизнес-план, собрали необходимые атрибуты. Было очень мало информации о том, как это делать. Поэтому вначале это просмотр роликов, уже созданных на территории нашей России. Ну и понимание, как что, как лучше сделать, как интереснее, как получается, как не получается. На чем поработать надо. Может быть, порисовать сначала пойти, а потом уже рисовать на песке. Ну, так, это все на практике. Рисование песком здесь не просто занятие, а настоящая арт-терапия. Природная магия этого материала завораживает не только взрослых, но и детей. Создавать такие недолговечные картины сюда приходят люди любых возрастов и профессий. Ольга Адаменко, Константин Селезнев, Панорама.